Приветствую вас, поскольку отношения строят всегда два человека, то и вам нужно для начала понять, что вам одной эти отношения свои не вытащить, потому что молодой человек, он действительно от своей мамы очень зависим, и эта зависимость у него была годами, и что бы вы ни говорили ему, наверное, что бы вы ни говорили маме его, то вряд ли что-то изменится, потому что, ну, понятно, да, его мама – это человек, который беспокоится за него, который хочет, чтобы у ее единственного сына была идеальная жизнь, счастливая жизнь, и она, естественно, считает, что ни одна девушка не достойна ее ребенка, ее сына. В этой ситуации вам можно поступить двумя способами. Первый способ предполагают по большому счету такое, знаете, пассивное отношение к свекрови. То есть вам нужно для себя понять по решению ее поведения. Понятно, что, в принципе, человек, в данном случае она, не стремится вам навредить. То есть лично к вам у нее претензий нет. Она хочет, чтобы у ее сына все было в порядке. И это значит, что человек по-своему желает добра, но при этом, конечно же, не понимает, что несет вред. И объяснить ей это не сможете ни вы, ни молодой человек, ее, собственно говоря, сын. Потому что она – взрослая женщина, со своим сформировавшим себе характером. И вам можно лишь либо принять ее такой, какая она есть, и относиться с пониманием к тому, что она делает, игнорировать все ее излишнее вмешательство в вашу жизнь с молодым человеком. И просить то же самое делать и его. То есть, чтобы молодой человек так же, как и вы, совсем соглашался со своей мамой на словах. А на деле, чтобы он все-таки делал то, что нужно вам. То, что полезно и хорошо именно для вас. Вот это – то, что вы можете сделать, ну, как бы, так называете, точильная форма. Для этого вам, конечно, нужно понять его маму. Вам нужно ее понять и проникнуться тем, что она делает. Без этого невозможно, невозможен такой, или точнее, такая модель поведения. Невозможно в принципе, к сожалению. Потому что, если вы не будете для себя понимать какие-то вещи, то все время будете раздражаться. Так же, еще, в этом ключе я рекомендую вам понять, что мама – это человек пожилой. Что она смысл своей жизни видит только в своем сыне, скорее всего. И что можно именно тем, что она пожилая женщина, этим воспользоваться. И постараться создать видимость того, что она действительно достигла своей цели. Попутно, перенаправляя ее энергию, перенаправляя ее активность, ее, ну, как какие-то вот поступки, поведение, на что-то другое. Например, на, ну, на ее саму. То есть, поговорить с молодым человеком и постараться найти ей какое-нибудь занятие, хобби, может быть, что-то еще. То есть, вот так вот нужно делать. Можно договориться с молодым человеком о том, что он будет просто игнорировать разговоры своей мамы о вас. То есть, он не будет ей запрещать разговаривать. Он не будет ее пресекать, не будет с ней спорить, просто будет игнорировать. Если это у вас получится, то тоже хороший вариант для решения ситуации. Ну, а если все это делать вы не готовы, то тогда, простите, молодому человеку придется выбирать между своей приверженностью маме и своей незамостоятельностью или обособленностью и самостоятельностью все-таки. Для этого вам нужно сказать ему о том, что вы его любите. Вы хотите быть с ним. Вы хотите разделить с ним свою жизнь и просить ее с ним. Но вы не хотите жить с его мамой. А именно это ваш молодой человек по сути вам и предлагает. И вы не запрещаете, не можете запретить и, наверное, не хотите запрещать ему с ней общаться. Я имею в виду с мамой. Но при этом вы имеете право сказать о том, что сами вы будете от него отдаляться. Потому что вам нужен взрослый мужчина рядом, а не такой, знаете, маменький сынок, да, который зависит от нее целиком и полностью. И когда вы это скажете? Сказать нужно один раз, да, то есть не говорить об этом постоянно, не высказывать каких-то постоянных напоминаний об этом. Это не было бы правильно. Вам нужно сказать об этом один раз. По сути, вы просто-напросто требовали своему поведению. И если молодой человек будет допускать, что вы от него отдаляетесь, то есть он не будет вас возвращать. Прекрасно понимая, что вам хочется быть с ним, прекрасно понимая, что вы, не знаю, желаете с ним быть и что вы скучаете по нему и прочее. Если он ничего не сделает, чтобы это изменить, значит не очень сильно вами дорожит. Если он не очень сильно вами дорожит, то значит и как таковые отношения ему не очень нужны, не сильно нужны. Не настолько нужны, чтобы жертвовать какими-то своими принципами, привычными моделями поведения и так далее. Вот на самом деле так вам и нужно поступать. Другого выхода, другого варианта развития событий у вас просто нет. Либо вы стараетесь принять маму и стараетесь как-то наладить контакт с татуей, то есть прижиться, мириться с ней. Тем, что она всегда есть, всегда будет, что она такая, какая она есть, что ее не изменить никак. Либо, ну, что поделать, либо вы, значит, просто, напросто будете следовать свои линии поведения и не будете сдавать свою позицию. Это тоже ваше право. В этом праве никто не в силах вас ограничить. Ну, то же вам придется выбирать. Понимаете? Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Ситуация у вас достаточно серьезная, то есть предстоит вопрос выбора. Я надеюсь, что вы этот выбор осуществите правильно. Я надеюсь, что моя запись была вам полезна. Если ответ понравился, буду благодарен, если сделаете его лучшим. За дополнительными вопросами вы можете обратиться в личку. Желаю вам всего доброго и удачи.